А также в сегодняшний день Святая Церковь празднует события, и это станет главной темой нашего сегодняшнего рассуждения, события, которые, казалось бы, в Церкви, ну, кажется, что неуместно вспоминать какие-то такие вещи, вот, но как-то мы все знаем, что эта часть жизни, она существует у нас, но как-то в Церкви вспоминает, а именно, сегодня день памяти, зачатие, зачатие святаго-пророка, притечи и крестителя Господня Иоанна. И в России этот день очень почитаем был, должен сказать, что даже один из таких известнейших монастырей, по счастью, сейчас он уже восстановлен и благолепие в таком пребывает, кто будет в монастыре, обязательно попытайтесь посетить его, это зачатийский монастырь, один из ближайших к Кремлевому монастырь, он находится прямо на, там, если пройти по Моросейке, кажется, она называется, нет, простите, не Моросейка, но я расскажу, как найти, вот, пусть обратится ко мне, вот, выскочило из головы название улицы сейчас просто, но совсем очень рядом, рядом с Крамом Христа Спасителя в самом центре Москвы находится женский зачатийский монастырь, удивительный и, так сказать, очень благоустроенный, сейчас уже очень хороший монастырь. Так вот, сегодня давайте поговорим о воспоминании, этом воспоминании, об этом праздновании, тем более, что в нем есть много чудесного и в этом воспоминании, и таинственного, но в то же время есть очень важные какие-то уроки, которые мы для себя должны излечить. Мы читали в сегодняшнем Евангелии очень подробно, апостол-евангелист Лука до нас доносит вот эти обстоятельства, связанные с появлением на свет Иоанна Предтечи. Мы знаем, что родители его, Захария и Елисавет, замотаревшие во дне своих, то есть были уже старыми оба, очень старыми, старых два человека были. Между прочим, я вижу, что у нас все-таки люди новые приходят, меняются, вот, видите, я совсем недавно, буквально, может быть, два или три воскресения назад вспоминал как раз о том, что, видите, история, духовная история человечества дает нам такие прецеденты, когда даже очень старые люди становятся родителями, настоящими родителями, физическими родителями человека, и еще каких детей они могут родить. Это я все говорил, вспоминая о том, что это стало основанием, на котором Верховный суд признал равноценным, это так объяснил судья, связь незаконную, содомскую связь и освященный Богом брак. Это не может не возмутить всякого верующего церковного человека, потому что мотивация именно была такая, но если мы браком называем брак двух старых людей, в этом браке тоже не могут родиться дети, то, значит, тогда, почему бы это нам тоже не назвать браком? Вот таким образом, вот такая формальная логика была судьи, который в результате принял это решение. Значит, вот эти прецеденты человеческой духовной истории, для этого, во всяком случае, судьи, они ничего, ничего не значат, но для нас они значат очень многое. Почему мы это, мы все время вспоминаем обстоятельства эти поразительные и чудесные? Итак, Захарий, который, казалось бы, потеряв всякую надежду на то, что будет вот это Божие благословение, родится ребеночек в семье, Захарий совершает, он был священником, и тут очень подробно описаны вот эти обстоятельства, когда он совершает каждение внутри церкви, и в какой-то момент люди в этот момент стоят в ней и молятся, там в святая святых не видно, что происходит, и вдруг длиннющая пауза возникает, тишина, тишина, люди не понимают, что происходит, коснящиеся в алтаре, то есть долго вдруг задержался в алтаре, не появляется. А в алтаре между тем происходило следующее, ангел Господень, который представился ему, с того, что я говорил, ангел Господень, я приношу тебе эту благую весть, что зачнет твоя жена, Елисавет, уже снимается вот это ее неплодство, бей неплода она, но вот теперь больше она ради цены. И на что Захария, может быть, единственный раз, его праведность абсолютно, исключительно, она претерпела некоторую такую ущербность, царапинка появилась на ней, он вдруг усомнился в этой благой вести. Он сказал, ну как же, она же старая, да и я уже дряхлый человек, как мы можем родить ребенка? На что ангел ему говорит, ну вот если ты усомнился, вот знаменем тебе будет то, что вот от всего момента, до того, пока это не исполнится, молчать будешь, немым будешь в течение всего этого времени. И действительно, действительно, появившись из алтаря, люди заждались уже, давно нет, появился, ожидали, что же, что же сейчас он скажет, но молчит. И поняли люди, что он явился свидетелем чего-то поразительного, удивительного, и не смели даже депутаться, его, что там произошло. Но во всяком случае, масса тому оказалось свидетелей, но самое-то главное последствие, он действительно не мог проронить больше ни слова, именно до того момента, и мы помним, это уже мы вспоминали, вспоминали это событие, связанное с Рождеством, и посредством Рождества, наверное, при Тече, когда произошло именно лечение, когда он говорить-то не мог, потребовал дощечку, на которой написал имя, и англит ему, потому что имя этому было провозвещено, именно Архангелом Гавриимом, именно это имя, что тоже ко всех по удивлению он избрал для него то же самое имя, которое хотела его, его правильная, престарелая жена. Ну, а вот, казалось бы, это вот внешние обстоятельства, связанные предшествующие непосредственно Зачачию, потому что дальше заканчиваются слова сегодняшнего Евангелия, и от сего дня, значит, от этого дня зачала Елисавет, и таящийся сказано месяц пять. Между прочим, тоже это, вот это я попутно всегда высказываю нашим всем дамам, которые в самом разном возрасте могут испытать это замечательное чувство, значит, материнства, вот этот таящийся месяц пять, возьмите себе на заметку, и вот рекомендую, вот эти пять первых месяцев беременности, меньше язычком телепать по этому поводу, что значит, эта радость великая приключилась, а вот есть духовник, есть только муж, и все. Тайна сия, великая есть, оберегайте это как сокровище, как драгоценность, не все надо выставлять на показ, не все надо выставлять наружу, есть какие-то очень важные вещи, которые в себе очень важно нести, очень важно, вот этот момент, это не суеверный момент, это никак не связано с суевериями, а что-то там не сглазить, а что-то нет, а просто-напросто даже радость, она, когда она втайне вынашиваема тобой, она в тысячу раз больше радости, к ней в тысячу раз больше благоговения, не стремитесь все это выдать наружу, не стремитесь разнести это по всему, по всему свету, потому что это может быть очень важно и не только для тебя лично, но может быть и для твоего младенца, вот этот вот период, дать ему возможность вот этого покойного возрастания внутри тебя самого.